всем здорова так я надеюсь у нас видео звук пишется всем здорова с вами снова олег сегодня обсудим такую камеру как canon 600 canon 650d эта камера интересна тем что в этом году вот подписчики особо интересуются именно этой моделью я кратко о ней расскажу и может быть если получится найти недорогой вариант может быть мы сделаем видео обзор уже с самой камерой где-то но я не знаю ближайшие там несколько месяцев буду мониторить авито доски объявлений в общем давайте поговорим про эту камеру у меня была аналогичная камера с точно таким же сенсором процессором который назывался canon 700d у них отличие между 650d и 700d они там отличались эргономикой там качество материалов к качеством вот этой вот крутилки немножко не отличаются там какие-то совсем незначительные отличия в общем аналогичная камера у меня была в использовании практически целый год и я в общем-то остался этой камеры полностью доволен а вот 650d сейчас интересно тем что она стоит очень недорого то есть какой-то момент цены обвалились сейчас эту камеру можно взять там типа за 13 за 14 на авито но насчет 12 не знаю но за тренажку от люди писали в комментариях и сам я видел на вид то что цены но и заметно упали на эти камеры вот могу сказать что в плане съемки видео эта камера дает достаточно возможности для новичков чтобы обучаться очень важно также оптика к этой камеры то есть стандартный китовый объектив конечно же наверно вам вас не совсем порадует но тоже можно с ним учиться в плане видео автофокус там плохой особенно он плохой допустим вот с таким вот объективом canon 24 миллиметра f2.8 у меня на 700d этот объектив постоянно елозил и запорол целую кучу моих видеороликов то есть качество автофокуса 650d вероятно не лучше чем более старше 700d так что если будете брать 650d не рассчитывайте на то что у вас будет какой-то автофокус более-менее на 7 сотки автофокус работал с китовым истемовским объективом ну более-менее ходы бедно то есть если ты статично стоишь вот так вот в кадре то из фокуса обычно ты не выпадаешь хотя всякое тоже бывало вот камера находится на уровне любительского она дает неплохие фотографии такое достаточно недурное тоже видео правда в плане видео я бы не рассчитывал на что-то феноменально потому что эти камеры отличаются тем что там картинка мульноватая то есть именно мульноватая ты как ни крути резкость какой бы резкий объектив ты бы не ставил то картинки все равно получается мульноватой и если ты не умеешь заниматься постобработкой видео то рассчитывать на превосходное качество картинки я бы не стал бы то есть она будет красивая по цветам она будет такое неплохое без какой-то дополнительной постобработки ходы бедно будет все неплохо для любительского уровня конечно для профессионального уровня этой камеры будет маловато но чтобы учиться пойдет значит большой набор оптики оптика в принципе недорогая может быть можно рассмотреть стимовские стекла полтинник 40 миллиметров 24 миллиметра еще и здесь 18 которые тоже рассматриваю покупки вот у нее по моему карта памяти находится сбоку также как у 700 вот сенсорный экран поворотный удобный точно так же как и в 200 то есть все мы любим canon за вот это вот хотя некоторые и говорят кричат то что нафиг этот сенсор не нужен нафиг этот поворотный экран не нужен я считаю что это более чем удобно например когда у меня была canon 600d то конечно поначалу даже не понял как там менять диафрагму не интуитивно понятно да и не особо это удобно то есть если ты новичок то тебе будет удобнее если у тебя в камере будет хотя бы сенсорный экран насчет поворотного да согласен может быть это нужно и не всем не все записывают видеоблоги как я может быть кто-то использует эти камеры для фото для любительского видео и делает это с рук тогда в принципе можно можно обойтись без каких-то дополнительных в принципе можно обойтись без этого сенсорного экрана более чем вот что еще могу сказать да вот принципе все привлекательность этой камеры заключается в ее стоимости то есть если недавно она там стала двадцатку 20 с чем-то может быть сейчас очень часто проявляются всякие объявления где там можно взять ее дешевле чем за 15 тысяч рублей думаю что на 2019 2020 год взять эту камеру в хорошем состоянии тысячи за 13 14 но это не то что хорошая сделка этом адекватная стоимость можно брать ну и еще раз оговорюсь вы часто мне вот задаете вопрос там стоит ли брать ту или иную камеру там у которых подарок идет штатив карта памяти и сумка хочу вот отдельно сказать то что вот штатив карта памяти и сумка не стоит ничего то есть если ты если это действительно нужно от если ты прям точно буду знаю что ты будешь что-то тут штатив покупать карту памяти и сумку для камера то может быть стоит рассматривать такие варианты вообще я бы на вашем месте предпочел бы найти вариант который стоит дешевле но у которого не будет всякого флама в нагрузку кроме того будьте внимательны когда покупаете что на авито потому что вот абсурдная ситуация тут кто-то продает камеру 600d с кучей тоже барахла всякого за 25 тысяч рублей при том что там чек на фотографии просвечивает и там видно что все это дело люди покупали за 23 тысячи 400 рублей то есть некоторые умудряются выставлять цены на авито выше чем брали вот ставьте лайк если вы очень хотите чтобы я купил 650d и может быть сделал какой-то видео тест сравнил ее с 200 могу сразу на скидку сказать что 200d в плане видео более резко чем 650d но уступает каким-то более современным и навороченным камерам вот canon до славится своей мальноватой картинкой но зато это получается приятный цвет не нужно особо заниматься и заморачиваться постобработкой вот брать или не брать зависит конечно же от твоей задачи то есть да какие-то задач подойдет идеально для каких-то задач не подойдет вот но в целом 650d за 13 14 тысяч рублей это годная сделка на момент выпуска этого ролика предлагаю новые темы для видеороликов и тогда может быть следующие видео выйдет раньше жму руку всем удачи и пока